Нефть начала неделю в красной зоне после резкого скачка на прошлой сессии. Экспортные данные из Китая, опубликованные в выходные, оказались крайне неблагоприятными. Показатель упал в ноябре на 1,1%, вместо ожидающегося роста на 1%. Теперь, когда саммит ОПЕК Плюс позади, участники рынка вновь сконцентрируются на торговом конфликте США и КНР. Российская валюта дешевеет вслед за нефтью. Снижение рубля в паре с долларом пока остается базовым сценарием. Решение ОПЕК и их союзников на прошедшем саммите в Вене приятно удивило участников рынка и несколько подняло потолок цен. В Goldman Sachs повысили прогноз цен нефти Brent на следующий год до 63 долларов за баррель, тогда как ранее речь шла о 60 долларах. За прошлую неделю эталонная марка Brent подорожала на 6,2%, это максимальные темпы роста с конца сентября. Техасская WTI набрала 7,3% стоимости максимальными темпами с конца июня. Сегодня оба сорта снижаются. Баррель Brent оценивается в 62 доллара 92 цента за баррель, за бочку WTI предлагают 58 долларов 85 центов. В целом реакция рынка на сокращение добычи представителями ОПЕК плюс и добровольное снижение лимитов Саудовской Аравии была слабой. Это в частности связано с тем, что крупнейшие мировые державы и так добывали нефти меньше квот, к тому же из лимитов стран вне ОПЕК был исключен газовый конденсат. Со следующей встречи было решено не затягивать. Она состоится уже в марте. Похоже, Саудовская Аравия хочет иметь возможность повлиять на нефтедобытчиков, если они не будут выполнять обязательства в полном объеме. Российская валюта всю прошлую неделю уверенно дорожала в связке с долларом. Сегодня рубль незначительно снижается. Пара USD-RUB в начале дня сконцентрировалась на отметке 63,73. Первая половина недели может оказаться позитивной для рубля. Этому поспособствует возобновление контактов нормандской четверки и комфортный уровень нефтяных цен. Основные риски сконцентрированы во второй половине недели. В среду в Сенате США пройдет обсуждение пакета антироссийских санкций. Вряд ли здесь стоит рассчитывать на что-то хорошее. На курс рубля продолжат давить декабрьский пик выплат по внешним долгам. Не стоит забывать про рост покупок валюты населения перед длинными каникулами. Неделя обещает быть крайне насыщенной. Настроения на мировых площадках и на российском рынке определят заседания ФРС, ЕЦБ, Банка России, а также торговые переговоры. Новый раунд пошлин, намеченный на 15 декабря, скорее всего, будет отложен. Впрочем, такой сценарий заложен в ожидания рынка, поэтому внешние и внутренние факторы могут привести к умеренному ослаблению российского рубля. О том, как будут дальше развиваться события на финансовых рынках, вы узнаете из наших следующих выпусков новостей. До свидания! Продолжение следует... Продолжение следует...